Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте! 29 жилых домов во Владимире остались без тепла и горячей воды. Кроме того, в списке отключенных объектов два детских, два учебных и два медицинских учреждения, а также 37 административных зданий. В общей сложности без тепла находится более 800 человек. Причина отключения – ремонт на теплосетях на улице Луначарского в районе дома 22А. Работы с утра, 18 января, проводит Владимирский филиал Т-Плюс. Как стало известно, проблемный участок трубопровода тепловики нашли совсем недавно, но дожидались потепления, чтобы провести ремонт и не заморозить людей. Завершить работы планируется к 9 утра, 19 января. К проведению ремонта будут привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники. Компания Т-Плюс предпримет все усилия, чтобы выполнить работу максимально оперативно. Наживаются на горе других. После взрыва бытового газа в двух городах России, поселке Ставрово, на домах вдруг появились объявления. Там говорилось, что жителям нужно поставить приборы учета газа. Потом в дома пришли сотрудники некой газовой компании и поставили эти самые приборы, разумеется, за счет жителей. И только позже выяснилось, что счетчики можно было совсем не ставить. Да и фирма не та, что обслуживает дома. Тему продолжит Маргарита Махрова. Этот счетчик газа Ольги Кузьмичевой установили прямо в Старый Новый год. Женщина рассказывает, что сама никого не вызывала. И прибор ей, по сути, не нужен, ведь пользуется только одной плиткой. Даже духовка электрическая. Ольга себя легковерной не считает и старается посторонних в дом не пускать. Однако представители газовой службы с удостоверениями, да еще и для проверки газового оборудования пришли. Дело серьезное. Спросили, а в чем у вас счетчика нету, хотите ли счетчик поставить. Я сказала, что я подумаю, но ребята так вот сказали, что это обязательно уже надо. В ближайшее время обязуют всех, значит, это ставить счетчики. Весь счетчики вообще все учеты, все во-все 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 во. И что в ближайшее время, и сказали, вообще, это был разговор, что до 1 февраля, вот это, 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 все такое, вот. И что с 1 февраля это еще и подорожает все. Слово за слово и женщине установили счетчик газа. За приборы работы Ольга отдала 6 тысяч рублей. На руки выдали квитанцию, договор, акт приемки и ввода в эксплуатацию. Кроме того, женщине еще нужно будет опломбировать счетчик. Женщина рассказывает, что позвонила в газовую службу, с которой заключен договор, но позднее. Там ей сообщили, что своих мастеров не направляли, а счетчик и установка прибора учета могли обойтись дешевле. Обидно, говорит женщина, но получается, сама виновата. Таких, как Ольга, в поселке много. И ко всем газовщики приходили с одинаковым предложением. Так прям преподносят, как под гипнозом. Так что, так вот, который человек там бабушка, она может даже растеряться и сразу это все воспринять, как это должное. Дескать, вот, осмотр газового оборудования. И вот предлагают счетчик с установкой совсем, якобы с пломбами совсем. Это будет стоить 5 900. Сергей Каширский от услуг отказался. Во-первых, говорит, сразу выложить около 6 тысяч ему затруднительно. А во-вторых, после звонка председателю ТСН узнал, что эти газовщики не связаны с его газовой службой «Газпром газораспределения». И по сути, их можно вообще не пускать в квартиру. Еще один житель дома Александр Сетует. Газовых служб в последнее время развелось много. Так сразу вообще не поймешь, настоящие газовщики перед тобой или нет. Один раз в год приходят, а в этом году вот второй раз пришли. Я сейчас спросил, я говорю, а что такое? Надо объявление читать, проверить надо. Взрывы то в Магнитогорске, то еще вот взрыв, люди гибнут. Вот мы пришли проверять, все ли нормально у вас. Я смотрю, у них ни оборудования, ничего нет проверить. За шланг подергали, кран потрогали и вся проверка. Мы набрали номер, указанный в одном из объявлений, оставшихся на доме после визита газовщиков. Ответил нам человек, представившийся техническим координатором ООО «Былгазсервис». Правда, имени не назвал. Наше руководство, конечно же, согласовано с работой непосредственно с руководством Межрегионгаза. Конечно же, все документы о разрешении на виду деятельность произведены, то есть переданы. Сотрудники Межрегионгаза в курсе о том, что производятся работы. И, соответственно, принимают наших оппонентов, то есть ставят пломбы. По словам этого человека, в случае поломки счетчиков достаточно позвонить по телефону, указанному в договоре, и представители их службы приедут на помощь. Как же так? Получается, параллельно со своей газовой службой работает другая, а возмущаются люди. В Ставровском филиале «Газпром» газораспределения, которое обслуживает дома жителей Ставрова, нам пояснили, что о деятельности другой компании в курсе, однако никак повлиять на нее не могут. Они принесли, показали документы, я не имею права запретить. Просто почему люди не идут к нам, когда у нас хотя установка счетчика стоит, то 1980 рублей. Это установка, а сам счетчик? Они от полторы до двух тысяч, как вы найдете. Но главное даже не цена за установку прибора. В законе четко прописано, кому нужно ставить счетчик, а кому нет. Если, к примеру, в квартире всего одна плитка, и расход газа не превышает определенного объема, то счетчик вообще не нужен. Есть и другие условия, а людям их не объясняют. В администрацию поселка Ставрова поступило уже более 30 обращений от жителей. Администрации пришлось встречаться с населением и представителями компании. В данный момент данная организация, войдя на территорию поселка, немножечко вводит наше население в заблуждение. Мы пришли к нормальному объяснению. Если вы хотите что-то проводить, вы должны связаться с управляющей компанией, вы должны поставить меня в известность, мы должны проработать наше население. И чисто на добровольных основах вы должны приехать сюда и проводить работу. Общественников Ставрова волнует вопрос, насколько вообще правомерно вести такую работу в обход обслуживающей организации. В нем, вероятно, будет разбираться областная прокуратура, куда активисты уже отправили электронное заявление. А мы, в свою очередь, еще раз предупреждаем, не торопитесь расставаться с деньгами, даже если люди, которые от вас их требуют, приходят в форме и с какими-то корочками. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. Сто дней на посту. Губернатор области Владимир Сипягин провел пресс-конференцию по итогам первых ста дней правления. Глава региона заявил, что этот период времени был для него интересным. Хотя без проблем на новом посту не обошлось. Что Сипягин назвал наследством от предыдущей власти? Кто мешает создать в регионе коалиционное правительство? И надолго ли Сипягин занял губернаторский пост? На итоговой пресс-конференции побывала Валерия Саенко. Рубеж сто дней преодолен. Упорные слухи, что новый губернатор от должности откажется развеянный. Сипягин заверил, он полон силы и уходить не собирается. Другой вопрос, чего за первые сто дней правления удалось достичь? Сразу после выборов Владимир Сипягин обещал создать в области коалиционное правительство. Но идея в жизнь не воплощена. Глава региона сетует в области. У него поддержки мало. Когда я стал губернатором, вступил в должность, что я увидел? Мои уважаемые коллеги из других партий почему-то начинают блокировать мои действия. Вот это нормально, вы считаете? Ненормально. И когда мне говорят о том, что давайте мы, не обсудив, не посоветовавшись со мной, как с губернатором, которого выбрали люди вообще, говорят, что мы за вас решили, что утверждение ваших заместителей будет вот так и все. И никто со мной это не обсуждал. Теперь губернатор надеется, что это решение законодателей проверит прокуратура. Кстати, о команде Сипягина. Предвыборную кампанию он вел под лозунгом «хватит приезжих». А теперь среди его замов почти сплошные варяги. Губернатор уверяет, команду формировала исходя из профессионализма и опыта кадров. Вот только найти сторонников новой власти у себя в регионе не получилось. Местные кандидаты от должностей отказывались. Но кому предлагались высокопоставленные посты, Сипягин так и не сказал. Теперь же вокруг новых лиц в администрации раздуваются скандалы. Федеральные журналисты на пресс-конференции поинтересовались, почему до сих пор из администрации не уволена Марина Чукунова. Мол, нельзя так чиновнику разговаривать с врачами. В Рио первого зама губернатора по соцполитике прославилась на всю страну, когда попросила струненских медиков помыть полы в больнице. Сипягин заверил, Чукунова – профессионал высокого класса, а скандальные слова зама просто выдрали из контекста. Вообще ситуация в струнене до сих пор остается сложной. Ремонт так и не закончен. Общественное напряжение растет. А всему причина, по мнению Сипягина, действия бывшего губернатора. Есть определенная проблема наследства, которая досталась. Не надо давать обещания, которые ты выполнить не можешь. По этой проблеме даже не была создана рабочая региональная группа. То есть все понимали, что сроки нарушаются. Это все представители предыдущей администрации. Все это понимали, но даже никак на это не реагировали. Ни письма в Минздрав не писали, ни привлекали инициативную группу города Александрово для обсуждения проблемы. Сейчас по этому вопросу создана рабочая группа. Ситуацию взяли под контроль. В Минздрав в декабре отправлено письмо с просьбой о переносе сроков сдачи объекта. Еще один проблемный объект области, судьбу которого нужно решать – это особенские казармы. В прошлом году в жилом здании уже обвалились перекрытия. А теперь жители других подъездов боятся погибнуть под завалами. Здание 19 века является памятником архитектуры. Принимать решение о реставрации должны федералы. Но губернатор заявил – цима уже обсуждается с Министерством культуры. Я еще в ходе избирательной кампании, когда посещал их и общался с жителями, я, честно скажу, был в шоке вообще. Просто в шоке. Когда заходил в некоторые из этих помещений. Эта рабочая группа успокоилась на стадии того, что была проведена экспертиза федеральными экспертами, которые сказали, что здание трогать нельзя. Ну все, нельзя, нельзя. И все заснули и спят. Спят не только в Собинке. На пресс-конференции губернатор пожурил муниципалов. Те вовремя не включают в реестр аварийных домов разрушенное жилье. В этом году на расселение аварийного фонда выделили в шесть раз больше средств, чем в прошлом. Но как их реализовать, если на местах чиновники, по мнению губернатора, не дорабатывают? Даже сейчас, когда приезжаешь на территорию, заходишь в дом, там дырка в потолке, а он не аварийный. Ну надо что-то делать. Там, конечно, другой вопрос. Но надо как-то комплексно сделать средств анализ и включить все аварийные домы. И все, и тогда будет чистый лист. Мы тогда возьмем все эти деньги и построим другие дома. На пресс-конференции прозвучало еще одно громкое признание. В нашу область действительно свозят мусор из Московской области. Хотя еще полгода назад прежний состав администрации эту информацию отрицал. Но беда в том, что действующее законодательство этого частникам, которые работают на территории региона, не запрещает. Областные власти бессильны. Но здесь должны вступиться федеральные структуры, у которых есть все полномочия. У нас полномочия для жесткого контроля, к сожалению, нет. Но я, кстати, постоянно с ними контактирую, еще когда я был депутатом законодательного собрания, и сейчас как губернатор. Это вообще структура называется Росприроднадзор. Это те, которые должны поставить жесткий заслон, это их полномочия по поступлению сюда мусора, по нарушению законодательства, ну и так далее. Единственный, по мнению Сипягина, способ избавиться от столичного мусора, как можно быстрее разработать актуальную территориальную схему по вывозу ТБО, чтобы грамотно распределить транспортные потоки. Поэтому даже реализацию мусорной реформы в области отложили до 2019 года. Ну а в целом губернатор настроен на активную работу во всех проблемных темах региона. Единственное, чего пока не может сказать, пойдет ли баллотироваться на этот пост во второй раз. Больше 2000 дорожно-транспортных происшествий и 260 погибших. Таковы печальные итоги ушедшего года. Главный дорожный инспектор региона сегодня встретился с журналистами. По данным Александра Новикова, аварийность на дорогах снизилась по сравнению с 2017 годом. Но что действительно пугает дорожных инспекторов, так это количество пьяных за рулем. Тему продолжит Алексей Домнин. О дорожных войнах прошлого года сегодня на встрече с репортерами рассказал Александр Новиков. Начальник регионального ГИБДД отметил, что за 2018 год дороги унесли жизни больше 260 человек. Как взрослых, так и детей. Всего в регионе произошло больше 2000 дорожно-транспортных происшествий. Но по сравнению с прошлым годом число аварий и количество погибших сократились, как и в целом по Центральному федеральному округу. Отметили в управлении ГИБДД Владимирской области. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в ряде территорий области все же отмечается рост количества дорожных происшествий. В нашем регионе, несмотря на общее снижение, есть территории, у которых рост количества ДТП от 5 до 16% зарегистрирован в Визняковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском и Судовском районах. Визняковские и Ковровские районы оказались самыми небезопасными как для водителей, так и для пешеходов. Здесь инспекторы ГИБДД отмечают рост числа погибших. За 2018 в авариях погибли 4 ребенка. Главный дорожный инспектор региона обратил внимание и на безответственное поведение родителей и призвал внимательнее относиться взрослых к своим чадам на дорогах. На 88% количество ДТП возросло, когда дети попали в ДТП по вине родителей. То есть, когда или родитель ведет ребенка в неустановленном месте и переходит вместе на запрещающий сигнал светофора, или же отпускает ребенка в непосредственном участии переходить дорогу в нарушении установленного порядка. Беспокоит главного дорожного инспектора региона еще один показатель. Он хоть и не вырос, но держит свою позицию уверенно. Речь о водителях, которые садятся за руль под шофе. Таких, посетовал Александр Новиков, в нашем регионе много. И эта статистика пугает. Если это разложить, то в среднем каждый день происходит одно ДТП с пьяным водителем. Каждый день мы выявляем по области порядка где-то 13-14 водителей в нетрезвом состоянии. И где-то 1-2 человека выявляем пьяных водителей, которые задержаны за повторное управление в нетрезвом состоянии. Сдерживание роста пьяных аварий, по словам Александра Новикова, все же связано с активной работой ГИБДД. В том числе за счет рейдов, которые устраивали инспекторы, а также различных других профилактических мероприятий. Среди виновников аварий и областные дороги. Их состояние далеко от нормативного, говорят инспекторы. Во многих случаях отмечаются недостатки в содержании уличной дорожной сети. При оформлении ДТП мы констатируем отсутствие разметки, плохая различимость разметки, отсутствие дорожных знаков, ограждений, несоответствие освещения и так далее. По словам инспекторов, вся информация об убитых дорогах, которые стали причиной аварии, фиксируется и в дальнейшем учитывается при проведении дорожных работ. По итогам встречи с репортерами Александр Новиков не исключил появление в этом году со специального мобильного приложения. В случае его появления оно позволит оформить аварию без вызова ГИБДД и получить выплаты по страховке. Ну и не стоит забывать о существовании европротоколов, которые значительно упрощают жизнь водителям и инспекторам. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Владимирские прокуроры изъяли из оборота левую водку. Контрафактная продукция, а именно 660 полулитровых бутылок водки за столье, была обнаружена в одном из нежилых помещений на улице Мещерская во Владимире. Проверяющие сообщают, что бутылки были либо без акцизной марки, либо с поддельной, решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня в 4 утра ДТП с участием пяти машин случилось на 141-м километре автодороги М7 «Волга». По предварительной информации ГИБДД, виновником массового столкновения стал водитель Киарео, 1983 года рождения. Он при выезде с обочины не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Газ». «Газель» везла бухты с проводами. От удара она вылетела навстречу, где врезалась другую машину. После этого столкновения «Газель» отбросила на обочину, где она врезалась в грузовой рефрижератор. Провода же, которые выспались на дорогу, повредили «Хендай». Он двигался в сторону Владимира. В результате массового столкновения водители двух автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Владимирской службе скорой помощи 100 лет. Свой юбилей медики отмечают 18 января. Сегодня круглосуточно медицинскую помощь жителям нашего города, судя по официальным данным Белого дома, оказывают 18 бригад. В их числе анестезиологи, реаниматологи, психиатры, педиатры, врачи общего профиля. Кадровый состав педучреждения – 270 человек. Станция скорой помощи имеет свой автопарк. Ежегодно сотрудники принимают около 100 тысяч вызовов. В планах у медиков создание единой диспетчерской службы региона с перспективой образования областной станции скорой помощи. Владимирцы готовятся к крещению. Причем не только служители церкви. Эта ночь будет напряженной для спасателей, врачей и полицейских. Все они будут следить за порядком и здоровьем желающих совершить обряд омовения. Сегодня днем все купели еще раз были проверены. Свои данные представили специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали пробы воды для исследования в некоторых водоемах. И никакой угрозы для здоровья людей не нашли. Тем продолжит Екатерина Корнилова. Подготовка на Семязино практически закончена. Глубина этой купели всего метр двадцать. Но для погружения этого достаточно. Толщина льда около 20 сантиметров. Это значит, что людей он выдержит. Последним купель проверяет водолаз, обследует дно. Геннадий Брай дает свои заключения. То, что сделано от организаторов, безопасно. Дальше безопасность уже в руках купающихся. На каждой официальной купели будет дежурить бригада скорой, спасателей и полиция. Крещение в этом году выпадает на выходные. Поэтому желающих совершить крещенское омовение ожидается много. Стоянка машины у озера будет запрещена. Свой автомобиль можно будет оставить около торгового центра. Чтобы люди не мерзли, после погружения на Семязино установили пункт обогрева. На официальных купелях будут разводиться костры, палатки для переодевания. Пункт обогрева будет везде. На официальных местах. Будет ли предлагаться чай или какая-то еда? Здесь на Семязино традиционно, по крайней мере, выставляется полевая кухня. Варят кашу и угощают чаем. А в поселке Заклязьминском купаться будут в основном местные жители. И пункт обогрева здесь не предусмотрен. Зато тем, кто придет окунуться, предложат горячую еду и чай. Спасатели предупреждают, что с собой обязательно надо брать теплые вещи, халаты и тапочки. Традиционно уже больше 8 лет организовывается крещенское купание. Также здесь будет оборудовано место для раздачи горячего питания. То есть будет оборудован горячий чай, пряники, сухари для желающих скупаться. Священный служитель Святого Воскресенского храма проводит освящение купели. Но сам обряд омовения для верующих не главное. В крещении принято молиться и причащаться за всех людей в этом мире. Если человек не ходит в храм, не молится, не живет церковной жизнью, то никакая святая вода ему не поможет. Ни крещенская никакая. Божья благодать истощается во всей полноте в Церкви Христовой, в православной, членом которой все, многие из нас, точнее скажу так, являются. Всего во Владимирской области 51 разрешенное место для крещенских купаний. Из них 4 во Владимире. Семязино и Гусинка, а также озеро Глубокое и пруд Заклязьминский. Спасатели прогнозируют, что сегодня ночью около 13 тысяч верующих совершат традиционный для крещения обряд. Екатерина Корнилова, Егор Хребко, 6 канал. Отметить Международный день объятий, посетить интересные выставки, узнать секреты звезд и посмотреть на выступления театра моды. В эти выходные Владимирцев ждет много интересных событий. Афишу самых ярких из них для вас подготовили мои коллеги, а я представляю ее вашему вниманию. В субботу свой 30-летний юбилей отметит студия моды «Глория». Ее история началась в 89-м году с небольшого кружка кройки и шитья. Сейчас коллектив стал настоящим театром моды, где воспитывают талантливых юных кутюрье. Кстати, более 20 лет «Глория» входит в ассоциацию детских творческих объединений «Золотая игла», включающую лучшие детские театры моды России. Многие годы коллектив участвует и побеждает в престижных профильных конкурсах. С момента образования воспитанниками и педагогами вручную создано более 50 коллекций костюмов. Самые яркие из них зрителям продемонстрируют участники студии в 16.00 в киноконцертном зале Дворца детского юношеского творчества. Вход свободный. В этот же день отправиться на встречу звездам любознательных владимирцев приглашает планетарий. С 11 утра до 13.30 гостей ждут познавательные лекции-сеансы. С утра юные посетители от 7 лет узнают о секретах Луны, а затем всех желающих ждет рассказ о зодиакальных созвездиях. Любители искусства приглашают в выходные сразу на несколько новых экспозиций. В выставочных залах на Большой Московской 59 можно увидеть картины членов Владимирского отделения Творческого союза художников России. Каждый из авторов работает в разных жанрах и технике, поэтому выставка называется «Попури». Работать она будет до 24 февраля. В выходные посмотреть на картины можно с 10 утра до 5 вечера. В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка памяти знаменитого художника Петра Дика. В этом году мастеру исполнилось бы 80 лет. Произведения Петра Дика хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и многих других музеях и частных собраниях России и мира. Выставка пастели под названием «Формула чувств» будет открыта также до 24 февраля. Интересные программы выходные пройдут и в парках города. 19 января в Дружбе расскажут о традициях праздника Крещения. С 11.30 там начнется познавательная игровая программа. В это же время в воскресенье парк приглашает отметить необычный праздник – Международный день объятий. Подарить тепло и хорошее настроение предлагают всем желающим. В Центральном парке в воскресный полдень пройдет игровая викторина «Сказки вводят хоровод». Это все, о чем мы успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну и я прощаюсь с вами. Приятного вечера и отличных выходных. Берегите себя и тех, кто вам дорог. До встречи. Сегодня ночью у Владимира будет облачно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1 градус. По прогнозам синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 5-7 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова